это здравствуйте сегодня готовим классную насадку которая по нраву карасю карпу обожает ее крупная платва и другая белая рыба данная насадка выручит вас когда классические червь опары шматыль отказываются работать к сожалению в наше время это происходит зачастую поэтому приходится придумать что-то новое использовать это тестировать запоминать рецепты данная насадка работает круглый год также она может быть использована при правильном забросе на дальнобойные снасти фидер донку ну конечно же поплавок все ингредиенты очень просты ничего варить не нужно так что готовим быстро четко и понятно поехали первый наш ингредиент куриное яйцо куриное яйцо содержит важные элементы для насадки желток очень питательный рыба это чувствует поэтому насадка ее привлекает белок выполняет укрепляющую функцию то есть наша насадка становится прочнее плотнее я даю базовый рецепт исходя из которого вы сами рассчитываете количество ингредиентов для ваших нужд насколько удилищно сколько людей на какое время вам нужна насадка думаю здесь все понятно я даю конструкцию и так яйцо нам понадобится целиком как я говорил желток и белок важны очень убиваем его в глубокую емкость и хорошенько взбиваем это можно сделать венчиком я по старинке вилкой взбиваем до жидкого состояния чтобы вот это вот густота пропала появилась пена и белок желтком отлично смешались тогда насадка получится правильной перемешиваем уделите этому время и так куриное яйцо мы взбили вот до такого жидкого состояния однородной массы переходим к следующему ингредиенту следующий ингредиент это печенье как видно на рисунке топленое молоко данный аромат очень нравится карасю карпу и крупной платве на мой рецепт на данное количество насадки нам понадобится два печенье одно мы используем сейчас второе откладываем в сторону она нам пригодится в конце так что не переключайтесь печенье крошим во взбитое яйцо печенью есть требование конечно же оно должно быть очень свежим это недорогое печенье в каждом магазине его можно найти лучше посмотреть дату вот ну даже крошится но ароматнейшие просто можно крошить помельче можно покрупнее и стараться вот так вот после этого все куски печенья обмакнуть в взбитое яйцо теперь ждем около пяти минут все это растворится делаем следующие манипуляции прошло около пяти минут все растворилось если вы мельче его покрошить и перебьете на кофемолке конечно эффект наступит быстрее все печенье впиталось ароматика просто великолепно все немножко это перемешаем до такой кашицы приступим к следующему ингредиенту следующий ингредиент это пшеничная мука высшего сорта добавляем сразу две ложки как я говорил ингредиенты очень простые так что пользуйтесь все это перемешиваем стараясь задействовать всю муку чтобы сухих мест не было когда получаем вот такую вот жидкую массу конечно добавление муки зависит от объема куриного яйца но в среднем две ложки хватает добавляем следующий важный ингредиент следующий важный ингредиент до боли знакомы рыболовам это манная крупа здесь она выполнит функцию уплотнителя сделать насадку грубее чуть-чуть чтобы ее можно было использовать при дальнем забросе если сделать из одной манки все-таки она быстро становится деревянной а вот пшеничная мука поможет нам дольше сохранять рабочей кондицией насадки все это перемешиваем опять же не забываем манка работает не сразу будет казаться что ее очень мало но минут пять вот эти вот крупицы почему она и есть крупа впитывают воду в себя набухают и склеивают все эти клеивающие свойства манки только через пять минут начинают работать все замешиваем тесто которое перестанет липнуть к рукам если тесто очень липкая добавляем еще пшеничной муки конечно лучше подождать манка включится оставим пять минут подождать так пять минут прошло манка стала вот такой очень густой видим что мало сухих ингредиентов поэтому мы добавляем еще пшеничную муку пшеничной мукой вы насадку не забьете она будет все равно эластичная и замешиваем уже руками полноценное тесто после чего проделываем еще некоторые манипуляции так что не переключайтесь ребята и итак на выходе мы получаем вот такое ароматное желтого цвета тесто мягкое но в воде но долго не размыкает она уже готова для рыбалки но мы его совершенствуем для дальнобойных снастей поэтому половину мы оставим в таком виде как мы приготовили а другой половиной мы немножко еще поработаем так что не переключайтесь из этой половины мы делаем насадочные шарики делается это просто и быстро то есть этот кусок за минут пять спокойно можно сделать насадочные шарики только стоит делать их разного диаметра покрупнее помельче никогда не известно такой кусок рыбе больше понравится даже крупняк зачастую любит деликатные минимальные насадки так что здесь уже экспериментируем мы сделали вот такое количество насадочных шариков так пока отставляем их в сторону возвращаемся к нашему еще одному печенью теперь крошим его очень мелко благо со свежим печеньем сделать это очень просто просто двумя пальцами крошим и так печенье мы раскрошили теперь берем небольшую тару вот такая вот баночка легко я думаю тоже найти забрасываем туда наши насадочные шарики предварительно подготовленные добавляем сюда чуть-чуть масла подсолнечного но не ароматного все это перемешиваем и добавляем сюда наши печенье закрываем крышки и теперь хорошо это перемешиваем получаем отличную насадку которая может поспорить с любой импортной покупной в магазине теперь у нас есть два теста мы будем экспериментировать на какое лучше будет брать поэтому не прогадайте насадка получается довольно плотной когда мы скатаем шарики они полежат они будут еще плотнее насадка хорошо держится на крючке сейчас покажу как ведет себя в воде не переключайтесь наша насадка в воде благодаря тому что мы добавили масло подсолнечного она сохранит больше своей рабочей кондиции то есть она как консервант служит плюс к нему прилипло вот это вот все печенье которое мы покрошили придав дополнительный аромат по ароматике не добавляю специально ничего сюда потому что рыба очень любит аромат топ топленого печенье благодаря содержанию куриного белка насадка становится очень плотной и долго не размыкает в воде мелочью не так просто сбить желток окрашивает насадку привлекательный желтый цвет плюс печенье пылит издавая облачка мути что служит дополнительным раздражителем на поклевку рыбы так что ребята если видео было полезным попрошу под поставить лайк подписаться на мой канал если есть возможность помочь каналу донатом а я буду снимать что-то новое интересное всем спасибо за внимание ребята ловите с удовольствием но не забывайте о сохранности природы до свидания